Доброго здравия! С вами Майтрей, Египет Дахаб. Снова встречаем восход солнышка чудесный. Вот видите, как оно расцветает, там из-за горы уже видны лучики такие классные. Я всем желаю счастья, любви, чудесного дня. Потому что, когда солнышко восходит, это действительно как начало дня, начало света, начало счастья. И в этом проявляется вся суть. Я вот сейчас осознаю, как здорово, когда раньше ложишься и раньше встаешь. И когда наступает гармоничное состояние. То есть, раньше я имею ввиду, что здорово ложиться сразу после захода солнышка и вставать до рассвета. Это дает возможность лучше выспаться, меньше спать. Ну и утречком чувствовать себя бодрым, сделать много дел. Вот я сегодня проснулся около двух и уже до пяти часов сделал очень много. О, вот оно встает и показывается. Счастье, друзья! Действительно, солнышко это такой, как очень большой осветительный прибор, диск, в котором можно увидеть и себя, и дать ему любви. Не только солнышко греет нас, но еще и мы греем солнышко. Мы его греем своей тетой, своей любовью. Я этот тет, отражаясь в солнышке, приходит к нам. Ну и луна точно так же, только она холодная светила. Она охлаждает, она дает такое успокоение. А солнышко согревает, дает такое чувство энергии, я бы так сказал. Поэтому, друзья, давайте будем вместе каждый день встречать солнышко, наполняться любовью, радостью, счастьем, дарить это счастье всем существам во всех мирах. Это же здорово. Здорово, когда есть это счастье, сей счастье, момент настоящего. И не будем вестись на ложь, которую нам где-то там кто-то внушает, что наша Земля круглая, вертится вокруг Солнца, да и вообще надо летать в космос, тратить огромные деньги. А сами создают спутники, которые облучают нас и следят за нами. Так что не ведитесь на пропаганду. Даже на пропаганду, которая говорит, что там надо прятаться дома, потому что опасно и так далее. Нет, надо жить свободной, счастливой жизнью и объединяться, чтобы мы были сильны духом, чтобы мы были едины. Вот в этом мое послание. Сильность, радость, счастье, гармония, целостность и мир. Потому что никакое насилие, никакая война, никакие ограничения, тюрьмы и так далее, они ничего не сделают хорошего. Люди просто больные, им нужно исцеление. Целостное, гармоничное, этичное состояние. И вот этим исцелением может быть практика, которая помогает человеку достичь этого. Я не говорю даже про какую-то конкретную практику, потому что в каждой из них есть какая-то крупица знания, ну и есть много лжи. Поэтому просто люди бывают, доверяют лидерам, людям, которые основали практику. Но в то же время важно понимать, что нужно все проверять на себе, на собственном опыте, понимая, как это устроено. И тогда вы получите собственные озарения, понимания, не ведясь на какую-то ложь или пропаганду, а осознавая, что это для вас действительно истина. Вот. И я желаю вам, друзья, счастья, гармонии, любви. И давайте будем вместе достигать состояния свободы и счастья. Во благо и до скорой встречи!